вера это есть осуществление вера это сейчас вера это сегодня все что принадлежит кресту все это же принадлежит тебе потому что ты шел наследник не просто соврама ты со наследник со христом я посчитаю трех сила позже сойдет на вас 1 2 3 силу еще 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 принимаете 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 акул прямо сейчас уставы наши драгоценные системы травматизм и всяко волей сустава я вас аннулирую я высвобождаю решение во имя иисуса я просто изгоняю всякие души дьявол захотел вас сделать жертву ваша жизнь дух святой я прошу возьми просто твой народ и перенеси на совершенно другой уровень каждого кто на этой школе во имя иисус я начала смеяться у меня просто невероятно у меня были слезы и меня живот болел от смеха и я не могла остановиться это было так интересно а когда вчера я смотрела сведения разговор михаэля шагата я не подумала когда же я смеялась последний раз так сильно но дух святой меня так сильно накрыл что я я просто благодарила ему за это что я так долго в этой горечи живу жила каком-то беспокойстве и какое-то освобождение вот куда ты направляешь молитву на языках то сфера начинает работать и созидаться отсутствие божьего присутствия дает доступ духу сиротства братья и сестры именно дух святой он лишает вас сиротства именно дух святой если я приду вы дети мои то есть дух отца он пришел и это учитель это наставник который наставляет нас на всякую песню с цветой драгоценный дух аллилуйя спасибо тебе вот я была первый раз 4 сентября на школе дух святой получается я не могла быть на вторых сессиях потому что мне я работала я засыпала и было только на первых сессиях но я никому об этом не говорила но на протяжении трех лет у меня был страх засыпать без света потому что у меня были сильные демонические атаки то есть до такой степени что там разбрасывали мне вещи включали громко музыку точно то есть это было прям очень сильно страх на протяжении многих лет то есть мне приходилось включать свет либо включать поклонение потому что я не могла спать и после вот этой школы я сплю все спокойно в период пандемии у нас было очень много долгов и как-то потом сверхъестественно у нас после того как мы просмотрели порядка трех школ что-то произошло буквально в полтора месяца мы раздали все наши долги нам сверхъестественно прислали детские пособия в 52 тысячи мы оделись мы купили велосипеда которых мечтали по несколько лет и не могли себе позволить мы купили шкаф мы отдали ребенка на котов я включала проповеди михаэля шагаса я чувствовала что я начала чувствовать духовно атмосферу я начала чувствовать духовное переживание которое при этом происходит когда я прослушиваю видео там или школу потом вот я еще недавно приобретала школу я вижу как господь он сверхъестественно начал заботиться о нас как только у нас заканчиваются деньги то есть раньше мы могли сидеть неделями голодные просто у нас неделю могло не быть продуктов мы ели одну кашу и лапшу заворную сейчас у нас откуда сверхъестественно как только у меня заканчиваться последние 100 рублей тут же вечером откуда поступают деньги кто-то возвращает долг кто-то там дает на дают на работе аванс кто-то дает зарплату там кто-то нас просто приходит благословляет кого-то есть на сердце не приходит нас дух святой сказал вашу семью благословите первый же день я получила слово от пастора при том что он сказал так интересно он сказал у меня есть слово для девушки в халате с красными цветами я сразу внутри знал у меня аж огонь горел я знала что это слово для меня но я молчал до последнего ждала пока пастор у каждого меня мне это было важно и было минут пять с ним он искал для кого это было слово и нашел меня и сказал мне слово на самом деле это реально прям взаимоотношение было как богом то есть бог сказал через него потому что тот вопрос который я богу задавала пастор михаэль высвободил ответ на него и это было очень своевременно вот еще хотела поделиться тем своим переживанием во время тоже первый день во время молитвы на иных языках и не в духе я получила серьезные ощущения в теле который раз раньше у меня не было мы поклонялись вместе теме я просто растворилась в духе святом и я почувствовала как мое тело физически начало течь оно как воск вот такое было ощущение что тело вот так начало стекать стекать как воск потом через какое-то время оно осталось стекание остановилось и тело как будто бы застыло застыло в новую форму у меня было понимание внутри что бог вылепил из меня что-то новое то есть как горшечник полепливый да и вот из моего тела вылепил что-то новое я поняла что после школы я не останусь прежним и дальше дух святой продолжал работать со мной даже после школы перемены начались именно в духовной жизни с онлайн школ потому что стала получать очень много откровений и поскольку начала меняться духовная жизнь молитвенная жизнь это как следствие начала меняться и жизнь физическая особенно вот откровение о непрестанной молитве она когда получила но стала сразу же и действовать моей жизни я это стала переживать Продолжение следует...